В середине ноября в мире традиционно проводится День диабета. В кинотеатре «Искра» состоялась встреча членов общественной организации диабетиков с представителями администрации Ленинского района. В ходе встречи у каждого была возможность задать интересующие вопросы, затронуть волнующие их темы. На встречи побывала и наша съемочная группа. Общество диабетиков в Ленинском районе существует с 1996 года, и подобные встречи являются традиционными. Ленинский район как был, есть и остается социально ориентированным районом и помогает всем общественным организациям, поддерживает, оказывает посильную помощь. И мы работу ведем в одном направлении – и с общественной организацией, и с медицинским сообществом нашего района. Надежда Демкина вручила денежный сертификат и поздравила организацию с победой в областном конкурсе «Наша Подмосковья». У общества уже есть планы о том, куда потратить премию, выигранную в конкурсе. Благодаря вот этой премии мы с Центром социального обслуживания есть такие как бы планы, хотим сделать клуб по спортивной ходьбе. Вот это нагрузка минимальная, в общем-то, очень хорошо для людей, которые не владеют там каким-то видом спорта, там лыжами, спортивной ходьбой заниматься. То есть это дозированная нагрузка, она полезна всем. И в том числе профилактика ожирения. Но несмотря на все положительные результаты в работе организации, у собравшихся возникло много вопросов, которые они и задали в ходе встречи. Так, к примеру, людей интересовал вопрос о расположении аптеки в расторгуевской части города, так как, по их словам, нахождение на втором этаже является достаточно неудобным. Надежда Демкина обещала взять ситуацию под свой контроль и выяснить, будет ли возможно перенести аптеку на первый этаж. Еще один немаловажный вопрос – лекарственные препараты. Инсулина в аптеках недостаточно для того, чтобы обеспечить им всех нуждающихся. Вы сейчас вставайте, все, кто кричит больше всего, пойдемте со мной в управление. Я подниму по каждому карточку, у вас у каждого карточка есть, у каждого, и поднимем, кто из вас что не получил. Кто не имеет на сегодняшний момент, на сейчас, на сию минуту. И будем конкретно по каждому вопрос решать. Жаркая дискуссия, в ходе которой каждый пытался решить насущный вопрос, длилась более часа. Надежда Демкина предложила собравшимся встречаться регулярно и решать текущие вопросы. Екатерина Чернышева, Александр Ильин и Елена Кошелева, Видное ТВ.